Этот год выдался сладким на знакомство. В начале лета мне посчастливилось познакомиться с Алексеем, побывать в гостях у него на пасеке, где я с большим удовольствием провел пару дней. Пару месяцев спустя путь мой вновь лежал на пасеку, теперь уже к Александру, который давно ждал нашей встречи и с большим радушием пригласил меня к себе в гости. Поведав много нового и интересного, не только о своей пасеке, о пчеловодстве, но и о жизни в целом, которую у Александра, как, впрочем, у каждого из нас, едва ли можно назвать простой и беззаботной. Благополучно добравшись до пасеки, первым делом Александр ставит воду для чая. Электричества в этих краях нет, поэтому незаменимым помощником является небольшая печка, на которой можно и пищу приготовить, и вечерком у огня посидеть. Одному скучать не придется. На пасеке несет круглосуточное дежурство здешний сторож, кошка-мурка, которая всегда с радостью составит компанию, особенно за обеденным столом. В то время, пока закипает чайник, Александр обходит сосмотром пасеку. Несмотря на то, что объем работ на сегодня определен, в этом деле нужен постоянный контроль. Опытному пчеловоду достаточно одного взгляда, чтобы предварительно оценить работу пчелосемьи и своевременно принять меры. Если, конечно, ситуация этого требует. Ведь пчелы – народ независимый и в постороннем вмешательстве в свою жизнь не нуждаются. Еще отец, помню, рассказывал. Ха, надо, матка поднялась, сеет. Ну, типа, ждешь, что там будет мед. А вот она поднялась, засеяла. А как ты откачаешь? Там даже, если будет мед, пока там детка-то ее не заберет. За кружечкой чаю Александр проводит для меня урок пчеловодства, рассказывая о различных системах пчелиных ульев, их преимуществах и недостатках друг перед другом, основываясь на своем личном опыте владения пасекой. Теорию, не отходя далеко от пасеки, закрепляем на практике. Задача – заселить новую пчелосемью в улей, которую Александр собирает у меня на глазах за считанные минуты. Для меня, как человека, не связанного с пчеловодством, нахождение среди этого жужжащего полчища вооруженных насекомых доставляло много дискомфорта. Как сказал всем известный персонаж, от этих пчел всего можно ждать. Не знаю, чего ждать именно от этих пчел, но дополнительная защита уж точно не помешает. Надев на голову маску пчеловода, а на руки прорезиненные перчатки, уверенности у меня немного прибавилось. По крайней мере, можно было спокойно вести съемку, не опасаясь, что пчела проникнет под одежду или найдет открытый участок тела. Тем временем Александр уверенными действиями заселяет пчелосемью в их новый дом. Однако не все и не сразу спешат покидать насиженное место. Все как у нас с вами, у людей. Там, где тепло и все вокруг знакомо, всегда хорошо и комфортно. Но стоит поменять что-то, среду или окружение, возникает дискомфорт и желание вернуть все на место. Лишь немногие из нас могут увидеть в этом дискомфорте новые возможности и открытые горизонты. Для таких людей состояние дискомфорта является своеобразным мерилом. Чем проще они относятся к дискомфорту, тем отчетливее понимают, что идут верным путем. Завершив программу переселения, в рамках которой многочисленной пчелиной семье было предоставлено льготное жилье, идем проверять соседние ульи. В этой многоэтажке жители верхних этажей, молодые пчелы, активно заняты процессом отстраивания вощины на новых рамках. После завершения формирования сот пчелы заполняют их нектаром, как на этой рамке. По мере заполнения рамки сладким нектаром, крылатые трудяги сгущают его, то есть сушат. Если мед хороший, запечатывают его восковой крышкой. Такой мед может храниться очень долго. По внешнему виду пчелы опытный пасечник легко определит ее возраст. Эта пчелосемья не только многочисленна, но также отличается от своих соседей высокой самоорганизацией и достаточно большой силой. А вот в соседнем улье картина выглядит иначе. Как сказал Александр, здесь проходит свадебный фестиваль. Улья отстал от своих соседей на два корпуса. Мед в нем есть, но пчелы находятся в роевом состоянии, и в случае, если будут роиться, весь собранный мед заберут с собой. На таких лентяев пасечник только время тратит, в отличие от соседей, на которых любо-дорого смотреть. Еще одним полезным и вкусным продуктом пчеловодства, который человек не без хитрости забирает у пчел, является пчелиная пыльца, сбором которой сейчас занимается Александр. Для того, чтобы собрать пыльцу, которой пчелы снабжают свою семью, перед входом в ульи устанавливают специальные пыльцеуловители. Пчела проползает через круглое отверстие пыльцеуловителя, подгибая ножки, и пыльца валится в коробку. Дальше дело за малым. Собрать пыльцу и высушить. Новым открытием для меня в этой поездке стала новость о том, что пчелам нужна соль. В прошлом году, во время своей поездки в Пенный, я с нескрываемым интересом наблюдал, как едят соль лошади. Но вот чтобы собиратели полезной сладости любили соленую жизнь, это для меня в новинку. Уроки биологии остались в прошлом, поэтому изучаю окружающий мир заново. В конце пасеки у Александра установлена поилка для пчел. Небольшая канистра по капельке, отдающая воду, и длинная доска, по которой вода, смачивая ее, стекает вниз. Внизу этой поилки лежит кусочек соли, на который время от времени садятся пчелы, чтобы пополнить свой рацион необходимыми микроэлементами. Закончив сбор пыльцы, Александр осматривает еще несколько ульев, которым у него были вопросы. Увы, не всегда пчелиная семья может порадовать пчеловода. Одни бездельничают, другие в это время выводят трутни сверх необходимого пчелосемье количества. Ну, это ягра, это они блажат. Это трутень, трутневое молоко. Немного освободившись от дел на пасеке, ее хозяин организует для меня экскурсию, с большим удовольствием рассказывая порой курьезные случаи при ее создании и строительстве. К слову, помимо пчеловодства, Александр еще и фильмы снимает о путешествиях, о своей жизни, о пасеке. Историю создания которой он в деталях и довольно подробно осветил в одном из своих видео. К любому делу Александр подходит основательно и вдумчиво. Аккуратность чувствуется во всем, а это говорит о высокой культуре труда, что не может не отражаться и на жизни героя сегодняшнего фильма. В небольшом омшаннике, вырытом в земле, хранится все самое необходимое для занятия пчеловодством. Рамки для ульев, ващина, один из самых востребованных расходных материалов в пчеловодстве, фляги для меда и прочие инструменты и принадлежности, большая часть которых досталась ему по наследству. Температура настоящая, с миллиградусами. Вот приходишь до миллиградуса, смотришь, сколько. За разговорами не забывает заботливый пасечник и о делах. По пути проверяем ловушку для пчел. По всей видимости, на эту рамку привился новый рой. Полноценная пчелосемья тут же занимает свое место в строю, чтобы расти, развиваться и медом снабжать хозяина этой пасеки. Ниже пасеки, ближе к роднику, стоит небольшая банька с двумя помещениями, пред банником и парилкой. В отличие от омшанника, строение на пасеке это необязательное, но весьма полезное. Особенно после того, как много времени проведешь, работая с пчелами на солнце. После баньки и кружечки чаю со вкуснейшим медом спать будешь, как говорят, без задних ног. Воду для бани и для бытовых нужд Александр набирает из небольшого родника, бьющего из-под горы. Водичка ледяной прохладой и очень вкусная. Время близилось к вечеру. Постепенно теплели краски, которыми солнце так старательно разукрашивало пасеку и окружающие ее пейзажи. Воздух наполнялся вечерней свежестью. Александр начал собираться в обратный путь. Сегодня ему выходить на смену, поэтому я остаюсь в компании кошки-мурки до многочисленного пчелиного войска с утра и до позднего вечера, занятого сбором вкуснейшего и целебного нектара. Денек сегодня выдался насыщенный, но вопреки физической усталости чувствовался прилив эмоциональной энергии. От знакомства и от общения с интересным и увлеченным любимым делом человеком, от новых мест, в которых я до ныне не был, от простых человеческих ценностей, которых с каждым годом становится все меньше и меньше в нашей с вами жизни. Сегодня я это отчетливо прочувствовал на контрасте городской и сельской жизни. В редкие моменты тишины люблю предаться размышлению. Со стороны кажется, будто ведро с водой несу. На деле же мыслительный процесс в полном разгаре. Ничто не отвлекает. Напротив, окружающая обстановка настраивает на нужный ход мыслей, помогая разложить все по полочкам в своей голове. Ну и, конечно, никуда без чувства благодарности хозяину этого замечательного места, укромно расположившегося среди гор. На первый взгляд, простое дело, гостеприимство, скрывает собой куда более важные дела добродетели, определенные для нас творцом много лет назад. На пасеке стало заметно тише. Лишь изредка можно увидеть пчел-трудоголиков, продолжающих трудиться на благо пчелиной семьи, либо же тех, кто возвращается с позднего рейса. Остальные пчелы забрались в свои домики. Если прислониться ухом к крышке улья, можно услышать гул и почувствовать легкую вибрацию. Пчелы, как и люди, отдыхают перед завтрашним днем, поддерживая оптимальную температуру своего жилища. Накормив мурку, которая слопала все до единой крошки, готовлю себя ко сну. На пасеке сделать это куда проще, чем в городе. Нет мобильной связи, интернета. А это значит, что не придется прикладывать усилия на то, чтобы отключиться от информационного поля. Тишина, нарушаемая лишь шепотом листьев, приятным гулом пчелиных ульев, да редкими звуками дикого зверя, доносящимися из глубины леса. Такие моменты бесценны, и я очень благодарен Александру за то, что он поделился со мной всей этой красотой, пригласив к себе в гости на пасеку. Завтра мы увидимся с ним вновь, а сегодня пора завершать этот день, который оставил в памяти незабываемые эмоции и воспоминания. Продолжение следует...